Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Меня зовут Виталий Кухта. Сегодня я сделаю для вас краткий обзор рынка. Это будет всего несколько инструментов, так как по всему рынку одинаковые моменты рисуются, довольно сложные, но мы попытаемся понять, что здесь происходит. Это первый обзор, который я записываю для компании Amarkets. Это будет носить такой тестовый формат. Данные форматы я буду записывать раз в неделю. Желательно, конечно, эти форматы записывать не по принципу, каждую пятницу или каждую среду, потому что это немного неправильно. Нужно стараться записывать те моменты, когда на рынке рисуется хорошая ситуация для торговли. Не делать с этих обзоров какие-то, просто начертить уровни какие-то. Я люблю делать обзоры в тех моментах, где рисуется какая-то хорошая ситуация. Напомню, сегодня у нас пятница, 6 декабря. Сегодня будут важные новости выходить. Non-farm payrolls по Америке, которые повлияют обычно на валютную пару. Евро-доллар очень сильно. Ну и на другие пары он аналогично влияет. Такие как доллар-франк, фунт-доллар, золото, иену и так далее. На сегодня я бы хотел взять всего 2-3 инструмента, так как уже отметил, ситуация по всем инструментам одинаковая. Это будет доллар-франк. По доллар-франку сейчас довольно такая интересная ситуация. Она сложная, но в принципе возможна для торговли. Это покупка франка с текущих. Это уровень локальный 0.9870. Возможный поворот движения в сторону 0.9980 и выше в район 1.0000. Это такой, скажем, основной сценарий, который я рассматриваю по валютной паре доллар-франк. Альтернатива это мы будем пробивать минимум этой недели. Это в районе 0.9855. Если мы этот уровень пронесем, то я думаю, здесь будет достаточно сильное падение вниз в район 0.9770 и так далее. Не исключая, конечно, какой-то вариант со шпилькой вниз и потом двинем наверх. Это основной сценарий, который я придерживаюсь на рынке. В принципе все. Я сегодня купил данную валютную пару в районе 0.9870 с копейками и рассматриваю неплохой рост на новостях. Я думаю, что он произойдет. Возможно, до новостей будет движение наверх. Стопы у меня стоят в районе 0.9850 и ниже. Немного, пару пунктов и так далее. В принципе, аналогично то же самое по евро-доллару. Немного ситуация более сложная. Вчера дневка чуть-чуть мне не понравилась, как закрылась. Но, в принципе, аналогично жду снижения. Это, в принципе, зеркально отображается как доллар-франк и евро-доллар. С текущих это 11.008 уровень локальный у меня. Ожидаю, что с текущих мы должны падать как минимум в район 1.1065 и, возможно, ниже в район 1.10. Это первый вариант. Второй вариант. С этих уровней мы будем падать очень сильно. То есть на обновление уровня 1.0980 в район 0.875. То есть это один из сценарий. Я буду дальше наблюдать, что здесь будет происходить, потому что это уже в следующих обзорах. Возможно, здесь будет какой-то илонг рисоваться, потому что у нас был достаточно сильный импульс в начале месяца по евро-доллару наверх. Поэтому здесь нужно сопровождать позицию. То есть альтернатива, конечно, мы сегодня с текущим, как и доллар-франк, я уже сказал, мы будем проваливаться вниз. Аналогично по евро-доллару будем пробивать хай среды и улетать в район 1.1180. И далее, там уже до нового года, возможно, будет движение выше. То есть это основной сценарий, который я рассматриваю по доллар-франк евро-доллар. Теперь аналогично можно еще, скажем, взять во внимание доллар-иену. Здесь, в принципе, аналогичная ситуация. Рисуется где-то в таком же ключе, как и по доллар-франку. Возможен лонг. Я вчера шортил, то есть у меня был достаточно интересный уровень 108.96. Я открыл шорт. Данная сделка без убытки. И не исключаю, что я сегодня буду, возможно, даже хеджировать данный шорт покупкой. То есть это положительный замок по данному инструменту. Потому что здесь двоякая ситуация. Мы можем аналогично, как по доллар-франку, провалиться. И у нас уже пойдет излом тренда вот этого восходящего. По доллар-иене пошли неплохие заходные импульсы. И у нас, в принципе, ничего не мешает провалиться данному инструменту вниз, как и доллар-франку. Но, скажем, в среду, аналогично, как по доллар-франку, у нас по иене нарисовались локальные импульсы наверх. И у нас, в принципе, сейчас как раз мы подходим к точке X. Это в районе 108.55. С текущих, не исключая, рост в район 109.60 и дальше выше, возможно. Ну, здесь уже нужно смотреть, как дальше дневки закроются, что они будут формировать. То есть это нельзя говорить, что, как и по другим инструментам я делал обзор, что у нас здесь покупка смотрится, да, и она будет расти. То есть это ее нужно сопровождать, что там обратно будет рисоваться, как сегодня закроется рынок дневки, как по отношению к локальным уровням 108.96. То есть в таком ключе. Поэтому, в принципе, что по евро, что по франку, что по иене, одинаковые ситуации. Поэтому все не нужно, скажем, торговать. Я обычно, когда беру несколько инструментов, разбиваю небольшим объемом, потому что, в принципе, ситуация по всем параметрам одинаковая. Итак, на этом, я думаю, закончим. Не будем трогать другие инструменты. Там аналогичная ситуация. Возможно, где-то сложнее, где-то легче, да. То есть главное это не количество, а главное это качество наших сделок. Всем спасибо, кто просмотрел. Поставьте лайк, если было интересно. Если будет вопрос, поставьте вопрос. Я потом постараюсь ответить на эти вопросы. Там внизу должны быть мои контакты. Если будут вопросы какие-то, задавайте в личку, в Facebook пишите, в Telegram и так далее. Все, всем удачи, всем профитов. До свидания.